виталий приветствую тебя очередная встреча обсуждаем рынке фундаментальный фон технически иногда если есть возможность делать акцента на сантимент сегодня кстати есть такая возможность я на него сделаю то есть еще одна точка зрения еще один способ оценить общую ситуацию и общее настроение на рынках в целом волатильность выше среднего это хорошо это значит то что рынке интересный куча возможностей мы с тобой ранее довольно неплохо определили тренды о большому количеству финансовых активов на валютном рынке уж точно сделав акцент на наличие потенциала слабости доллара и соответствующей поддержки для рисковых инструментов и сейчас вот с открытия недели мы видим то что эти тенденции продолжают развиваться индекс доллара ослабеет уже ниже 102 пунктов риск активы напротив подрастают американская валюта очень интересно я сегодня своем брифинге рассказывал открыл эту неделю напомню вот этот видели этот рост с гэпом принципе гопанул весь рынок после открытия с таким же активным ростом нефтянки после принятого решения опека дополнительно сократить объем нефтедобыча ну и конечно же сначала доллар воспрял духом потому что более высокие цены на нефть это соответственно предпосылки для роста инфляция более высокая инфляция это все-таки сигнал что американскому регулятору можно будет вернуться к политике высокопроцентных ставок от которых он практически отказался из-за вот этого банковского кризиса который три недели назад больше накрыл американский банковский сектор но покажет какого-то негативного развития событий непосредственно после силикон вы ли банка и сильниче банка печальных историй не было но это покажет я все-таки допускаю что ситуация может ухудшиться потому что так быстро такие кризисные явления с рынка никуда не уходит давай начнем тогда с меня я сегодня затрону индекс доллара поскольку уже начали по нему говорить и еще подсвечу несколько идей которые как мне кажется сейчас в прямом смысле раздают деньги на этих идеях можно попробовать заработать тем более что они соотносятся с трендом и с новостным планом поэтому друзья вам решать уже захотите ли вы присоединяться к их отработке либо у вас свое видение того что происходит так давай демонстрация экрана график индекс доллара текущей котировки 10170 вчера мы видели максимум это в районе 102 и 50 как я уже отметил покупатели вроде как собрались выйти выше но в конце их обломали поэтому пришлось вернуться снова в вот этот нисходящий канал и это четырехчасовой таймфрейм мы видим то что последняя свеча она красная и продолжает тестировать локальные минимумы думаю что это снижение в конечном счете продолжится я думаю что участники рынка немного проскинув мозгами решили что даже если высокий цен на нефть и найдут свое отражение в инфляции произойдет не скоро а поэтому ну есть еще несколько месяцев подождать вот этого закладывания роста цен на нефтянку в индекс потребительских цен но до этого можно сфокусироваться на более насущных проблемах связанных с несколько нестабильным банковским сектором который априори ранее уже и стал причиной тормоза для резервов принять решение по ключевой процентной ставки знаешь я сейчас не хочу поддаваться на вот эти всеобщее настроение о том что фрс точно теперь поднимет процентную ставку на 25 байсных пунктов я думаю что может быть и нет для меня это не так уж очевидно то есть я допускаю что ставку на предстоящем заседании в начале мая оставят на прежнем уровне по крайней мере сейчас я вижу кучу даже макроэкономических свидетельств того что не нужно торопиться с ужесточением политики вот две недели мы получаем анализируем данные из сша они в целом существенно хуже чем ожидали эксперты аналитики впереди но он фармы вот пятницу если они разочаруют я думаю что конечном счете вероятность того что ставку оставить на прежнем уровне 5 процентов она станет еще выше но по отчетам что можно сказать из-за последних релизов личные доходы личные расходы мичиганский индекс это пятничная статистика хуже ожидания хуже прошлых значений и вчерашний релиз очень важная из производственного сектора объективная статистика пожалуй самая лучшая индикация состояния промышленного сектора сша снижение 47 до 46 3 и я думаю что может быть этот отчет тоже внес свою лепту в негативное настроение по доллару потому что сейчас чем больше таких системных отчетов как айсэм производственного сектора например потенциально еще слабый но он фарм пэролс тем больше доказательства для того чтобы американский регулятор все же оценивал более здравые риски дальнейшего повышения процентной ставки учитывая то что экономика и так переживает не самый лучший экономический период поэтому это я сторонник того что доллар будет дальше снижаться жду слабые данные по нон-фарм пэролс на следующей неделе мы с тобой поговорим обязательно по этой статистике ну думаю что будет возможность говорить о более плохие цифры и только срочные такие сделки как раз ближайшие дни это в отношении риск сторонник того что рост продолжится европейская валюта 10906 я думаю что в рамках этой недели мы протестируем один весить на контрасте с слабыми данными по сша вчера мы видели хорошие данные по индексам производства активности еврозоны германии то есть ранее я касался темы что может торговать сейчас контрастом унитарных политик это все еще актуально чем был чем лучше выходят данные по странам ес тем более уверенно чувствует себя и цб и это достаточно чтобы спекулянты активнее транслировали для того что цб будет все-таки повышать ставку в отношении цб я не сомневаюсь а вот в отношении федрезерва есть определенные сомнения кому интересно друзья я советую рассматривать только ланги по евро и мыслите амбициозно верить в достаточную силу покупателей чтобы добраться до уровня 1 10 по британской валюте очень похожая картина котировки 124 25 у меня долгосрочная цель хотя уже с учетом того что до нее остается 75 пунктов уже не такая уж долгосрочная целевой ориентир этой психологический уровень 1 25 во время прошлых эфиров также подсвечивал эти уровни мы видим то что фунт идет прям туда полномерно и в отличие от евро сейчас уже обновляет локальные максимумы фунта заряжен тоже идея агрессивного подхода банк англии национального регулятора повышения ставки тоже много раз об этом повторял пока еще сохраняются коррекционные настроения по доллару то есть на фоне снижение американской валюты здесь тоже мудрить не нужно лучше работать по тренду покупать с целью 125 и золото 1980 с небольшим долларов за трой спонсу цель тоже смелая также как и по евро доллару 2000 долларов за трой спонсу тоже уже в рамках этой недели как мы лихо мы вчера выросли по сути на 30 долларов 20 долларов золота может пройти даже в рамках текущей торговой сессии легко для меня сейчас главный аргумент роста золота это активное снижение курса доллара и рыночный сантимент о котором я сказал в начале того как начал с тобой анализировать рынки большинство трейдеров почти 70 процентов золота шортит и я думаю что сработает эффект классического выноса толпы что предполагает движение инструмента сейчас вверх как путь наименьшего сопротивления будем ли мы наблюдать золото в ближайшие дни выше 2000 но возможно для этого потребуется какой-то более серьезный новостной триггер и катализатор по повестке вряд ли мы если пробежимся найдем даже нонфармы не смогут стать причиной но вряд ли уверенного закопления золота выше 2000 но протестировать этот уровень мы вполне сможем и так слово тебе так всех приветствую ну по поводу твоего анализа рекомендации я в принципе с ними согласен конечно мы уже немножко так скажем на каких-то локальных максимумах и мы можем как продолжить дальнейшее движение по тренду так и это все сделать но только через через какую-то коррекцию вот это остается вопросом пример вчера вот вот эту всю просадку которая была после этого ночного гепа откупали по по всем параметрам там евро доллар австралийский доллар новозеландский золото на прошлой неделе я говорил там что по тому же золоту я вижу лонг но по поводу точек хода сложно было сказать но на коррекциях всех минимумах давала рекомендации на откуп данного инструмента давайте пройдемся по по тем рекомендациям который я давал ранее и дам свое видение по-новому и так евро доллар на прошлой неделе как и ты я давал рекомендации на покупку цели 1 10 я думаю что мы и выше уйдем только вопрос как это будет через какие-то глубокие коррекции или нет я думаю хорошо выше уйдем вчера тоже на минимумах ну не на самых а уже когда появился покупатель мы откупали на текущий момент тоже принципе возможно покупать это получается как на пробой уровня 1 0 9 с копейками да но в принципе кто ранее не покупал работаем в лонг по данному инструменту фунт доллар аналогично я еще с прошлой недели поза прошлой неделе конкретно говорил покупать фунт с целями 1 24 вот эти максимумы все до которые у нас были за последние несколько месяцев и даже целился на 1 30 но посмотрим я думаю с этого большого накопления мы 1 30 должны увидеть возможно и выше я думаю какое-то такое весеннее ралли будет как по фунт доллару так и по евро доллару и мы на пунктов 300 500 уйдем как минимум если я скажем не ошибаюсь по данным инструментом поэтому наши идеи по этому совпадают снова что я в прошлый вторник говорил это покупать новозеландский доллар здесь была очень хорошая модель на покупку где-то в районе примерно там 62 0 62 я говорил покупать в принципе неплохо прибавляем одну фигуру если кто ранее не покупал я бы дальше советовал работать в лонг по данному инструменту покупал секущих у нас 0 63 если мы чуть-чуть приспустимся в район там 0 62 50 плюс минус докупаться с общим стоп лоссом за вчерашний минимум да если мы уже его будем ломать то там нужно будет смотреть показ за покупки и здесь аналогично по новозеландскому доллару я вижу возможное обновление вот этих максимумов которые были у нас в феврале месяце да это получается у нас цены 0 65 примерно да там плюс минус и возможно выше как и по евро и по фунту посмотрим будет ли оно вместе коррелировать так как фунт доллар и евро доллар они практически на своих возле предыдущих максимумов которые были несколько месяцев назад вот новозеландский доллар еще чуть-чуть отстает посмотрим сможет ли догнать аналогично с того же региона тихого до австрийский доллар я его всю прошлую неделю покупал позапрошлую неделю покупал ждал хорошего выброса наверх мы его наконец получили но я думаю что это возможно такие первые цели и мы сделали и дальше будет продолжение роста возможно через какую-то более глубокую коррекцию или эта коррекция уже закончилась то есть у нас цены 0 67 50 плюс минус да с текущих покупать если опустимся ниже тоже докупаться и надеяться что мы дальше будем расти и обновлять аналогично исторических исторический максимум по по данному инструменту пока я за ослабление доллара как и ты только вопрос чтобы не было каких-то сюрпризов плюс напоминаю нонфарма да что ты сказал пятницу там вот это получается страстная пятница да по там выходные поэтому нужно понимать что там рынок не совсем будет ликвидной то есть крупные трейдеры наверное уже где-то будут скажем уже праздновать да куда-то уезжать и если не ошибаюсь на такой день я уже попадал и там возможно будут движения ну не сильно сильные да вот поэтому четверг пятница они уже будут не такие ликвидные так скажем и понедельник следующий да то есть поэтому посмотрим сможем ли мы что-то на этой неделе сильное сделать а там уже после пасхи там рынки уже будут более более надежные дальше что еще вот вот все отработало по валютным инструментом то что мы с тобой говорили на прошлой неделе то что я скажем говорил вот что не отработало это доллар иена то есть если взять прошлую неделю там был вопрос комментариях под одним из видео по поводу доллар иены ну я ответил и говорил что вижу ослабление доллара аналогично но как видим по данным инструменту не сработала рекомендация но даже не рекомендация то что я ответил в принципе это была как рекомендация и мы ушли на какую-то сильную коррекцию дальше пока сложно ответить здесь такая этот инструменту специфически да он может пойти против рынка возможно будет дальнейшее укрепление иена но сложный сложный паттерн поэтому я воздержусь на по поводу золота аналогично вот эти все минимумы прошлой недели даже вчера когда мы сделали ложный вынос вот этого поджатия локальных откатных мы вынесли да то есть давал перезаход и в принципе аналогично вижу покупку золото с возможным обновлением максимум то есть этого треугольничка мы должны обновить насколько это будет будем посмотреть как говорят дальше ну и вишенка на торте конечно s&p 500 последние две недели вот наша на нашей битве аналитика еще позапрошлое прошлое я советовал покупать данный индекс мы в принципе неплохо подросли за последние две недели причина это вот этот кризис который начался банковский влили денег полтриллиона да под разным под разным видом там где-то кредиты где-то еще какие-то где-то свопы начали разные махинации делать фрс минфин сша это была как бы одна из причин плюс во вторая причина здесь был хороший технический паттерн на покупку зеркальный уровень поддержки модель неплохая с локальным трендом и принципе локальные цели в районе 4 100 мы сделали напомню я целюсь по s&p 500 к уровню 4 200 то есть это максимум за февраль и дальнейшее движение в район где-то 4 4 300 4 400 то есть вот эту область будет ли этот рост текущих или мы будем падать и потом корректировать пока сложно сказать прям текущих идей каких-то новых у меня по нему нету потому что ноу-движение то есть вот здесь было хорошее накопление я уже на текущий момент больше перехожу к скажем каким-то торговли к торговым рекомендациям через хорошее накопление в движении не хочется входить поэтому пока за рост то есть напомню ранее я был активным медведем по индексу s&p 500 но ситуация как экономить как фундаментальная так и техническая она поменялась я пошел спекулянты покупателей ну где-то вот если мы дойдем до этих уровней которые я назвал и там нарисуется какие-то технические паттерны на шорт я дальше буду глобально работать шорт посмотрим когда это будет по времени возможно там конец весны возможно позже но я жду сильного вала по по рынку я еще покупал несколько акций теслу виза там amazon в принципе неплохо подрастают поэтому нас ждет штурм какой-то в ближайшее время вот эта система будет показывать хороший сбой как-то вот так и доллара да и доллар аналогично да пока я за ослабление доллара но в долгосрочной перспективе я буду искать точки входа на покупку когда они нарисуются и работать на укрепление потому что сейчас многие экономисты и не только которые сейчас политики там поэтому по они уже комментируют вот доллар ослабевать от кризис доллар ослабевает плюс все большинство стран переходят на взаиморасчет там группе в реалы там юани конец доллару ну посмотрим посмотрим чем это закончится конец доллара он будет но немного позже кинуть с долларом как кидали раньше если помнишь в ссср когда и и в россии да был дефолт когда кидали с этими то же самое будет с долларами но позже я надеюсь успеем выйти еще раз виталий спасибо тебе за твои рекомендации за общее наблюдение по рынку ждем нонфармы в пятницу на низкой волатильности низкой ликвидности скажем так непонятно как действительно рынка отреагирует может быть и x10 к обычной волатильности или может быть наоборот реакция которая заставит только лишь расстроиться в общем посмотрим пятницу совсем скоро через неделю обсудим с тобой рынке но пока работаем по тренгу индекс доллара смотрится явно ниже в отношении риска также как и исключение золота пока что наверх виталий спасибо за такую синхронность в анализе я думаю что больше шансов теперь чтобы эти сделки действительно отработали хорошего тебе трейда до конца недели хороших выходных и увидимся потом следующей неделе пока пока удачи